Новая Калина на дорогах региона сразу с конвейера в тест-драйв. За рулем новинки побывали журналисты, эксперты, руководство Автовазы и президент Татарстана. Протестировать автомобиль удалось и нашим корреспондентам. Последнее слово в отечественном автопроме. Прорыв или провал? В раздумьях Марина Низамова. Последние штрихи машина натирает до блеска. 10 новых Калин готовится к старту. Хэтчбейки-универсалы с механикой и автоматом. Блестящим капотом экспертов не проведешь. Вывести Калину на чистую воду собрались журналисты ведущих автомобильных изданий страны. Проверяют датчики, стыки и зазоры. Без серьезных нареканий. Но недоработки все же нашли. Сигнал открытых дверей работает только для водительской. И пока топ-менеджмент Автовазы в выходные тестируют машину, на заводе уже исправляют. Команда инженеров и конструкторов задумывала этот автомобиль как идеальный для города. Об этом говорит целый пакет опций, подогрев стекла, сидений и компактный размер. Но, как оказалось, покупатели Калины очень любят выезжать за город. Потому новая модель себя ведет на трассе гораздо увереннее. Переработанная подвеска, улучшенное управление и внушительный клиренс. Самара-Казань. Почти полтысячи километров. Местами откровенно убитых дорог. Но даже на выбоинах машина ведет себя уверенно. Не говоря о ровных трассах Татарстана. Там водители позволили себе немного нарушить скоростной режим. И опять неплохие показатели. Даже у машин с автоматом. Под капотом 106 лошадей. Не удержался и президент Татарстана Рустам Мениханов. Он устроил настоящее испытание для подвески. Скоростная езда по брусчатке. Я ездил на всех моделях. Я прекрасно знаю их характеристики. Это совершенно другой автомобиль. Брусчатка, подвеска, тормоза, руль. Ну все очень достойно. За такие деньги такой автомобиль находка. Выглядит новая Калина тоже вполне привлекательно. Прохожие заглядываются, пытаются определить марку. Кузов вроде бы на Калину похож, а спереди и вовсе и на марка. Нет, выглядит как Форд. Никак Ниссан Микро, нет. Ну может как Пежо. Туристы из Великобритании к новинке российского автопрома относятся критично. Говорят, выглядит неосновательно и даже хлипко. Но за такие деньги купить машину готовы. Примерно 10-12 тысяч фунтов стерлингов, мы думаем. Да, в Англии она бы стоила в два раза дороже, чем цена, которую вы назвали. И даже жители российской глубинки Калину не узнают. Говорят, выглядит дорого. На что похож? Форд. Сколько стоит Форд по-вашему? Новый? Новая машина такая. Сколько стоит? Понятия не имею. Может 600-700. Испытания на длинной дистанции Калина-2 выдержала. Обратно в 63-й регион вся команда доехала без происшествий. Оценки даже самых скептически настроенных экспертов, как минимум, твердая четверка. Автомат прекрасно тянет. Не ожидал такой тяговистости. От автомата думал, будет сильно тупить, особенно на обгонах. Оказалось, нет. Но лучше за эти деньги ничего нет. Цена в стандартной комплектации начинается от 330 тысяч. Правда, в продажу сперва пойдут только люксовые Калины. Ждать осталось недолго. По плану в автосалонах новинка появится уже в июне. Марина Низамова, Сергей Овчинников. Новости губернии.